В галереи Ёлка можно увидеть новую выставку Екатерины Костиной-Вощинской «Вторжение грезы». О чем же рассказывают полотна художницы? О каком таком вторжении идет речь? Не пугайтесь. Екатерина Костиной-Вощинская рассказывает нам сказку, я бы сказал, космическую сказку о межзвездном скитальце, о космическом кораблике, очень милом, напоминающем рыбу с роскошным гребнем и острым, как и голоносом, который оказывается в каком-то новом для него мире. Вот он путешествовал, путешествовал, бороздил, что называется, просторы космоса и теперь осваивает новую вселенную. Ну, видимо, он ищет этот маленький кораблик-дом. Выставка Екатерины Костиной-Вощинской тем примечательно, что картины, представленные на ней, представляют собой, извиняюсь эту автологию, рассказ, связанный рассказ о путешествии этого самого кораблика. Мы видим корабль на первой картине, эта картина в каком-то смысле знакомит нас с главным героем, это экспозиция. Затем мы следим за перемещениями кораблика в пространстве, выясняем, что с ним происходит. Вот, например, мы видим его среди рыб на полотне мимикрия. Он похож на рыбу, как я уже говорил, и он оказывается среди рыб. А вот художница позволяет нам обозреть фрагмент этого мира, который осваивает космический скиталец. Перед нами стаообразный триптих, три полотна квадратного формата, при этом ни на одном из полотен главного героя цикла, то есть скитальца, нет. Мы видим на этих полотнах то ли небоскреб, то ли башню, то ли вытянутый по вертикали дворец, а рядом с ним деревья. Вот в этом мире и предстоит, скорее всего, жить скитальцу. Он основывает колонию, своеобразную обсерваторию, которая также напоминает оранжерею, и, ну, в каком-то смысле вступает в контакт с местной фауной. На картинах начинают появляться насекомые или амфибы, или ящерицы. На одной из них очень милая мультяшная большеглазая стрекоза. На другом полотне мы видим лягушку. И, наконец, на одном из последних полотен серии возникает столь же мультяшный хамелеон. Такая вот пестрая, яркая, покрытая блестками, как будто бы ящерка. Напомню, что не в сюжете на самом деле сила произведений Костиной Вощинской. Хотя она прекрасный иллюстратор, очень здорово умеет рассказывать истории, но она также колорист, причем очень талантливый. И мы поэтому, я бы сказал, с замиранием сердца следим за тем, как она работает с красками, а еще за тем, как она работает с фактурой, как она использует, применяет фактуру как эстетическое средство. Ну и, наконец, я бы уподобил эту серию Екатерины Костиной Вощинской поэтическому циклу, поэтическому сборнику. Опять же-таки, нарратив, сюжетная последовательность не так важна. Хотя она, конечно, имеет значительную важность. Но мы как будто бы от одного стихотворения лирического переходим к другому. И это, на мой взгляд, особенно ценный делает эту выставку.